Пост, за который Бог воздает. Понимание правильного способа поститься согласно Иисусу Христу. Мир вам, друзья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание». Неправильный пост, манипуляция Богом и правильный пост, за который Бог воздает. Посмотрим, в чем разница, чтобы получить ответ от Бога. Манипуляция Богом, а возможно ли такое? Помним ребенка в магазине, конечно, это не наш ребенок, который плачет, катается по полу в магазине, играет на публику, манипулирует родителями, чтобы они купили ему что-то. Помним? Поститься, отказаться от пищи и говорить Богу «Я не буду есть, купи мне». Так с Богом не пройдет. Манипуляции с Богом не проходят. Мы все хорошо знакомы с понятием пост, поститься. Но давайте посмотрим на два важных аспекта христианского поста. Во-первых, в чем отличие поста и диеты? Диета Богу не нужна, она нужна для здоровья человека. И во-вторых, посмотрим на правильный пост от Иисуса Христа. И, конечно, разберем пост, который будет правильным в глазах Иисуса Христа. И как можем начать сами поститься? Каждый под руководством Духа Святого. Пост для каждого. Даже у себя дома, при возникновении необходимости получить ответ от Бога или укрепиться духовно. Два вида поста, доступных каждому. Всего два вида поста, которые вы легко можете проводить дома, без учителей, но с огромным результатом. Во-первых, мокрый. Во-вторых, сухой пост. Узнайте разницу между постом и диетой в этом познавательном видео. Узнайте, почему пост важен для духовной силы и здоровья человека, а диета – это польза для тела. Изучите концепцию поста на примере Иисуса Христа и раскройте истинный смысл поста в его глазах, на который Бог дает ответ, воздает. Подпишитесь, чтобы получать больше контента о духовной силе и освобождении. Пост отдан человеку вместе с Духом Святым. Специального учения про пост в Новом Завете нет. Поэтому эта сфера отдана человеку вместе с Духом Святым. То есть, поститесь так, как учит ваша Церковь, община. Вы – часть Церкви Христовой. Есть личный пост, который между вами и Богом Отцом. Об этом виде поста и пойдет речь в данном видео. Личный пост, о котором знает только Бог и вы, за которые Бог Отец вас дает. Два вида поста, доступных каждому. Всего два вида поста, которые вы можете легко проводить дома без учителей, но с огромным результатом. Во-первых, мокрый. Во-вторых, сухой пост. Вообще, при систематическом посте, когда он становится частью вашей жизни, меняется многое. Наши приоритеты, мышление, привычки и даже жизнь – это все серия записей, которые помогут человеку освободиться от злых, нечистых духов и жить в свободе. А для этого мы помним, нужно три составляющие – это Церковь, пост и молитва. Церковь мы посмотрели в предыдущих видео, сейчас разбираем пост. Следующие – рассмотрим молитву. В этом видео пост «Угодный Богу». Следующие – и именно как поститься. Сухой и мокрый пост. Более детально. Пост – общее понятие. Есть огромное количество учений про пост, но мы наоборот будем смотреть более просто и более понятно на эту тему. Давайте представим и вспомним, когда мы жили без Бога. Мы просто сами решали в своей жизни и жизни в наших семьях воспитание детей, что хорошо и что плохо. Мы сами решали свою судьбу, но в один момент мы поняли, что нам нужно идти к Богу. Вот, в результате мы пришли к Богу. Давайте вспомним, изменились ли наши мысли, слова, поступки. Просто вспомните. Конечно, что-то мы начали делать. Такое, как ходить в церковь, собрание, молиться и так далее. И обязательно мы убрали некоторые вещи из нашей жизни. Например, маты, сплетни, пьянство, неправильные фильмы, передачи и даже мысли. У каждого человека эти дела индивидуальные. Вы сами вспомните про себя. Или нет? Ваша жизнь не изменилась? Если изменилась, поставьте лайк. Так вот, то, что как мы жили раньше, мир и дальше живет. Самое главное, что он не считает грехом то, от чего мы отказались. Но ради чего мы отказались? Что стало причиной и мотивом нашего отказа от утех этого мира? Откуда к нам пришло знание, что это не угодно в глазах Бога? И мы, согласившись с Богом, ради общения с Ним, поборов себя, ради Бога убрали из жизни некоторые вещи, которым уже привыкли. Повторюсь, хоть и мир не считает это грехом. Друзья, вы переживали такое чувство? Если переживали, поставьте лайк. Так вот, это называется освящение. Это называется, что вы становитесь священником, назореем, особым народом, царское священство Богу. И эти мысли, что угодно и не угодно в глазах у Бога, это все вам дал Дух Святой. Есть такое понятие, как крещение, очищение огнем и духом. Это одно и то же. Изучение разницы между постом и диетой. Успех и сила христианского поста. Диета или пост. Вот в чем успех и сила христианского поста. Но мы вернемся к посту. Вы отказались от некоторых обычных вещей ради Бога. Это основной принцип поста. Обратимся к диете. Вы отказались от некоторых обычных вещей ради личного здоровья. Например, если у вас высокое давление, и вы отказались от пищи, где много холестерина. Тут Бог не при чем, это ваше здоровье. Можете и дальше кушать. И все, что хотите, это ваша жизнь. Но вам хочется жить, и вы отказываетесь от определенной пищи. Это диета. Но когда мы отказываемся от пищи, и нас никто не заставляет, и здоровье даже позволяет, ради Бога или духовных целей, это пост. Диета, кстати говоря, поможет вашему телу. Пост поможет вашему духу. Друзья, не путайте диету и пост. В этом успех, сила и результат. Милостыня, молитва и пост являются частью христианской жизни. Так учил Иисус Христос в Нагорной проповеди. Понимание правильного способа поститься согласно Иисусу Христу. Пост угодный Богу. Мы уже научились отделять диету от поста. Теперь подойдем вплотную к христианскому посту. Друзья, вы знаете, что можно неправильно поститься. И у нас много мнений. И спорить я с вами не буду. Это дело вашей веры. Пусть Бог вас благословит и укрепит вас в вашей вере. Мы рассмотрим пост, то есть ошибку, за которую говорил наш Господь. Он поправлял нас. Откроем Нагорную проповедь. Евангелие от Матфея, 6 глава, стихи 16 по 18. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помашь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, стихи 16 по 18. Если Господь говорил, учил, как нужно правильно, значит, можно и неправильно. Неправильно. Иисус Христос говорит, что неправильно. Это выставлять себя на показ перед людьми во время поста. Причина. Он здесь получает свою награду. Правильно. Поститься тайно, чтобы никто не знал. Только между вами и Богом. Всего два условия, друзья. Результат. Зачем мы постимся для людей? Может быть. Или чтобы получить от Бога ответ на вопрос. Стать ближе к Богу. Получить освобождение или укрепиться духовно. Друзья. Я хочу сделать на этом ударение. Стих 17. Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Награда от людей или от Бога? Господь учит нас поститься так, чтобы мы имели результат. Воздаяние от Бога. Ему тоже не угодны посты, проводимые нами, но без результата. Конечно, если мы хотим воздаяния от людей, никаких проблем. Совет Господа. Когда поститесь, будьте унылы. Примите на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. Истинно говорю вам, что вы уже получите награду свою от людей. Но угодный пост Господу, когда мы получаем результат, воздаяние от Бога. И это нормально. И приятно Господу нашему Иисусу Христу. Награда от людей не имеет ценности в глазах Иисуса Христа. Он хочет, чтобы мы постились. Нас слышал и видел Бог и воздавал нам. Воздаяние. Воздаяние от Бога. Пост с Духом Святым. Начните поститься с того, то есть, возьмите такой пост, который вы сможете провести хотя бы месяц. Один раз в неделю. Мокрый пост. Без еды с утра до утра. Пройдите им хотя бы месяц. Дальше вы будете сами знать, что делать дальше. Дух Святой поведет вас. Или еще один пост дополнительным неделю взять. Может сделать его сухим. Вполне может быть. Продолжите и в старом режиме. Слушайтесь. Как можно научиться молиться, не оканчивая духовных институтов. Так, как молился наш Господь, из-за которой Бог воздает. Такой молитвой, которая может принести свободу в нашу жизнь. А в следующем видео мы более детально разберем сухой и более послабленный пост, который мы можем сами дома научиться. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени, смотрели, что говорит Господь о правильном посте, за который Бог воздает. Более того, мы еще много будем говорить на тему Церкви, Тела Христового, Бога, Иисуса Христа, Духа Святого. Подписывайтесь. Будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. Когда вы ставите лайк, мне нравится, или делитесь рассказать друзьям, в результате вы помогаете служению, спасению и распространению Слова Божьего. С вашего позволения сегодня я заканчиваю. Вам понравилась запись или вы получили Слово Откровения Духа Святого, то, конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.